приветствую друзья по результату голосования в моем телеграм-канале кстати кто еще не там ссылка в описании под видео сегодняшний обзор будет посвящен созданию мини-сервера управления умным домом home assistant на базе одноплатника raspberry pi 3b plus установка будет в виде хасио контейнера установленного в штатную операционку разбиан бастерлайн дополнительно будет установлен менеджер контейнеров партейнер и система для перепрошивки внешних устройств есть пахом одноплатник raspberry pi 3b plus вышедший в 2018 году реализован на процессоре брат комбисе 2837b 0 с четырьмя ядрами cortex a53 частотой 1.4 гигагерца и одним гигабайтом оперативной памяти lp ddr2 сеть кроме ethernet порта представлена еще двухдиапазонным wi-fi также на борту имеется bluetooth 4 2 подробнее характеристики и сравнения с предыдущей версии raspberry pi 3b легко найти в сети поэтому я на этом останавливаться не буду скажу лишь что стандартный комплект поставки входит только лишь сам одноплатники больше ничего поэтому дополнительно я приобрел пассивную систему охлаждения которая состоит из двух массивных металлических пластин кроме них в этом комплекте имеются крепежные винты с ключом и теплопроводящие наклейки перед установкой на выступающие части внутри пластин которые соответствуют процессору и чипом памяти нужно установить наклейки после этого можно устанавливать и крепко свинтить между собой пластины с такими радиаторами отдельный корпус для одноплатника особенно и не нужен особенное внимание стоит уделить блоку питания и кабелю мини-комп весьма прожорливый потребляет более 12 ватт энергии и если блок питания или кабель будут недостаточно мощными он просто будет отключаться для повышения надежности устанавливать систему я буду на внешний usb ssd диск благо возможность загрузки с usb включена по умолчанию также для начальных настроек нам понадобится внешний монитор или телевизор все что имеет hdmi порт качестве операционной системы как я уже и сказал я буду использовать разбиан бастер light который я беру на официальном сайте разбиана и я беру минимальную версию никаких десктопов здесь не надо я скачал разбиан бастер light вот эту версию даунло для записи на диск я использую программу balinda и черт здесь мы выбираем скачанный наш разбиан бастер light выбираем диск это ssd шка на 120 гигабайт здесь определяется окей и запускаем flash ругается вам то что он слишком большой ничего страшного я знаю да и сейчас прожигается нам образ чистого разбиан light все готово диск готов теперь его можно подключать к нашему одноплатнику и при этом надо не забыть одноплатнику подключить внешнюю клавиатуру это разовая акция и подключить его через hdmi порт к какому-нибудь телевизору либо монитору потому что следующий шаг нам требует именно вот клавиатуру и внешний монитор и так подключили малинку нашу к телевизору и наблюдаем за экраном первый запуск длится где-то около двух минут вот сейчас на экране ускоренная запись этого процесса идет сначала еще перезагрузка 1 запуск различных служб сервисов и это все дело останавливается на приглашении на командной стратегии для ввода логина и пароля логин и пароль по умолчанию пиа и raspberry и для того чтобы эту информацию не воспринимать на слух я специально сделал файлик ссылка на который будет в описании под этим видео где все полностью свои шаги все команды записал и так логин и пароль пиа и raspberry дальше включаем ssh вводим команду sudo 1 и конфиг это с клавиатуры внешней выбираем опцию интерфейс options выбираем ssh выбираем с нажимаем ok и финиш после этого команда и в конфиг мы смотрим какой айпи адрес моем случае 228 и я буду прямо идти по шагам этого файлика переходим по ssh например через патте использую по нашему адресу 228 моем случае заходим 5 раз есть и следующий шаг у нас смена текущего пароля по свд вводим эту команду спрашивать текущий пароль разбери и новый пароль готова следующий шаг добавляем пользователя ну чтобы не под 5 ходить в принципе шаг не обязательно можете ходить и под 5 но я привык ходить под своим именем я добавляю пользователя алекс и надо теперь задать пароль есть 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 это я интер нажимаю информация корректно пользователь заведен следующий шаг даем этому пользователю добавляем его в группу суда чтобы можно было запускать из-под рута команды алекс готова следующий шаг обновляем список пакетов вот прям так по файлику и иду все очень удобно следующий шаг обновление самих пакетов пару минут дожидаемся пока обновятся все пакеты вот они обновились и следующий шаг меняем ip-адрес не на тот что нам выдал dhcp она что-то стационарно для этого редактируем файл dhcp-conf спускаемся вниз и у меня для ethernet а вот такой вот блок вставляем вот этот блок ниже если вы используете вай фай так правой клавиши мыши вставили и адрес у меня будет здесь немножечко другой у меня сервера сидят вот в этой зоне control x с сохраняем готова следующий наш шаг это перезагрузка команда судов прибылки и ждем пока сервер загрузится уже на новом ip-адресе так прошло пару минут сервер должен был загрузиться и вот новый адрес которая вел 74 да и захожу уже под новым пользователем которого я завел готова так смотрим следующий наш шаг это мы сделали устанавливаем здесь целая пачка нужных пакетов я не буду подробно рассказывать зачем здесь каждый здесь это я долго подбирал эти пакеты нужны и для есть пахом и для home assistant и для вообще удобной работы то есть одной командой я так сделал подобрал весь перечень пакетов которые может нам понадобиться запускаем пароль вводим еще раз пользователя подтверждаем права суду и здесь теперь на несколько минут ждем пока все скачается обновиться весь наш перечень пакетов так все пакеты благополучно установлены и теперь я сразу сделаю настройку под сервер москита который в тот потом дальнейшем я использую в home assistant для этого сначала нужно остановить сервер вот остановлен дальше редактируем его конфиг все уже прописано комбинация control к к английская эта кнопка где л русская удаляем прямо по строкам все содержимое файла и вставляем все что вы здесь находится копируем и правая кнопка мыши вставляем теперь control x клавиша с сохраняем и стартуем москита копируем команду и старт готова следующий наш шаг установка докера система докер позволяющая ставить нам контейнер и тоже с помощью одной команды запускаем и ждем пока у нас все установится и опять мы вернемся к командной строке готова пару минут это занимает и видите здесь написано насчет группы докер и добавить нее пользователя давайте это мы и сделаем итак наши следующие три команды это добавление группы докер есть создана уже у меня на добавляем туда текущего пользователя есть и переключаемся есть дальше поставим партейнер это такой менеджер контейнеров докере очень полезная штука советую поставить она еще нам не раз пригодится выполняем следующую последовательность команд вот сейчас она быстренько загрузится готова следующие создаем следующая вот это одна длинная команда выполняем ее готова не теперь можно проверить что у нас здесь на 9 тысяч нам порту загружается наш партейнер заводим пароль не вот локальный наш докер наши контейнеры ну пока у нас только один партейнер и есть возвращаемся к нашим баранам следующая команда наша позволяет нам уйти в режим рута суперпользователя это нам нужно для установки home assistance хассио для того чтобы быть уверенным какую версию нам ставить при помощи скрипта который называется хассио install можно проверить какая у нас разрядность операционки при помощи следующей команды хоть процессор 64 разрядная операционка разбиан бастерлайт 32 разрядная поэтому и ставить буду я хассио ставится он при помощи одного скрипта ну и тоже занимает сама установка несколько минут так сам контейнер поставился давайте посмотрим что нам теперь показывает партейнер наш так добавилось еще два контейнера но это еще не все должен добавиться еще один сам home assistant так видим три новых контейнера и теперь можно переходить по адресу 74 это наша малинка порт 8123 и вот наблюдаем стартовую картинку хассио здесь как и написано можем подождать настройки до 20 минут пока не стартует наше окно первичной настройки и так дожидаемся появление первого нашего приветственного окна заводим пользователя тут он дублируется задаем пароль подтверждаем и создаем учетную запись системе home assistant далее готова сохранить логин и вот первый запуск home assistant тут особо еще ничего нету вот хассио все есть addon store система информация системе версия у нас 070 97 2 это сейчас самая последняя на сегодняшний день версия вот ну в общем home assistant в виде контейнера хассио установлен к настройкам home assistant я уже я уже рассказывал своих обзорах пройти настройки еще какие-то вещи я буду рассказывать дальше в своих обзорах на своем канале а мы движемся дальше то есть две задачи из трех у нас выполнена есть партейнер есть home assistant и остался у нас еще есть плохом так вот наш файлик пошаговка здесь я максимально старался все команды ничего не забыть вплоть до того что даже выходить из-под рута есть вернулся под пользователя рут нам сейчас больше не нужен дальше ставим и пайп как правильно называется так скопировал для того чтобы ставить сп хом так это тоже займет какое-то время в зависимости от скорости соединения с интернетом надо немножко подождать подождали и снова командная строка переходим к следующему шагу проверяем какая у нас версия питона нам нужна версия 27 и чего-нибудь дальше 2716 у нас все окей следующий шаг устанавливаем я сп хом я здесь специально написал без суду из-под пользователя нам надо ставить я сп хом именно из-под пользователя чтобы он у нас нормально работал запускаем и снова ждем какое-то время пока у нас все скачается и установится дождались и время переходить к следующему шагу установки дашборда но это необязательно если вы любите конечно прошивать с командной строки мне больше нравится использовать веб-интерфейс поэтому я ставлю веб-интерфейс готова тут все очень быстро дальше нам нужно понизить версию вот этого пакета волью птюс чем это связано честно говоря не знаю но если этого не сделать то дашборду нас запускаться будет с ошибкой точнее не запускаться выводить ошибку это я уже проверил неоднократно и поэтому вот эту версию с 11 7 на 11 5 я понижаю это уже проверенный вариант следующий шаг необходимо нам модифицировать локаль это тоже связано с работой и с пахом чтобы у нас корректно проходила компиляция наших бинарных файлов здесь просто добавляем строчку lc оу равно тси control x сам выход y сохранить сохранили и теперь перегружаемся опять же той же командой сюда ребут ждем пока загрузится наш сервер так дождались перезагрузки сервер ожил заходим и теперь можно проверять дашборду запускаем ее окей вот и и пит и вот пошли от нее сообщение это все хорошо теперь проверяем как она собственно говоря выглядит и работает для этого переходим на айпишник нашего сервера адрес 6052 первый признак хороший дашборда запустилась но это еще не все версия кстати 1 13 6 последняя на данный момент надо проверить насколько она работает я сейчас введу название пакета так пусть будет стандартный вайфай моя вайфай сеть пароль пароль для доступа так создали пакет со стандартными настройками так здесь она требует что-то ну не суть сейчас в чем задача сейчас проверить насколько корректно у нас собрался и сп хом для этого надо попробовать скомпилировать первый бинарник здесь стандартные абсолютно настройки ничего практически нету только платформа и данные для доступа к вайфай сети если она скомпилирует это говорит о том что у нас все работает корректно этот процесс первой компиляции тоже достаточно долгий потому что она качает распаковывают все необходимые для него пакеты библиотеки и прочее дальнейшие перепрошивки компиляции будут проходить значительно быстрее будет просто пересборка вот процесс завершён что и требовалось заказать успешно скомпилированная программа то есть у нас проблем с компиляция нету я сп хом установлен правильно и он установлен не в виде докера отдельного контейнера а в виде программы и сейчас проверим насколько он будет у нас определять программатор так проверяем пожалуйста никаких проблем с программатором usb нету я его вставил свободный usb порт и он тут же определился home assistant все в порядке работает вот семьдесят четвертый партейнер пожалуйста работает все четыре контейнера которые сейчас установлены сейчас я специально обновлюсь вот все есть когда я буду добавлять например конфигуратор там базу maria db google backup эти контейнеры будут тоже здесь появляться их будет больше но об этом немножко как говорится не тема этого обзора на этом все если у вас остались вопросы по установке надеюсь я максимально подробно рассказал то задавать их комментариях к этому видео если видео вам понравилось ставьте лайки если вы не хотите пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее до новых встреч